Сколько воды пить зимой? От чего зависит потребность в воде? Надо ли уменьшать количество выпиваемой жидкости в холода? Чем лучше утолять жажду зимой? Смотрите видео до конца. Расскажем о поддержании водного режима зимой. Человек на 60-70% состоит из воды. Естественно, что для нормальной работы всех органов и поддержания хорошего самочувствия необходимо обеспечивать достаточное поступление жидкости. Любая жидкость, которую употребляет человек, состоит в основном из воды, поэтому поддерживая водный баланс, следует учитывать не только простую выпитую воду, но и кофе, чай, супы, молоко, фрукты и овощи. В любых условиях следует придерживаться баланса поступающих и выделяемых жидкостей. От чего зависит потребность в воде? Ежедневная потребность в воде может колебаться от полутора до двух с половиной литров и зависит она от внешних условий и состояния организма. При появлении дополнительной необходимости в поступлении воды у человека появляется жажда. Нужный объем жидкости зависит от возраста и пола, мужчинам воды нужно больше. Уровня физической активности. При увеличении затрачиваемых усилий, обильном потоотделении, частом дыхании потребности увеличиваются. Наличие заболеваний, при которых может возникать обезвоживание, как при лихорадочных состояниях, рвоте и поносе, болезней и состояний, сопровождающихся интоксикацией. Условий окружающей среды, особенностей питания, хронических проблем с почками и сердцем, когда следует ограничивать потребление жидкости, чтобы не развивался отечный синдром. Пока ждем продолжения, приглашаем подписаться на канал, чтобы всегда первыми узнавать о наших новых выпусках. Надо ли уменьшать количество выпиваемой жидкости в холода? При любых температурах окружающей среды пить надо всегда, когда возникает жажда. Это первый сигнал организма о дефиците жидкости. Специально уменьшать количество употребляемой жидкости зимой не надо. Объем необходимо сохранять примерно одинаковым в любое время года. Если в жару человек много потеет от погодных влияний, то зимой ничуть не меньше от обилия одежды и необходимости находиться в ней не только на улице, но и в транспорте и магазинах. Жидкость теряется организмом зимой с кожи в результате влияния сухого воздуха от отопления и при дыхании на морозе, когда изо рта выделяется пар. Жидкость необходима для поддержания правильного обмена веществ, обеспечивающего регуляцию температуры тела, то есть для согревания его на морозе. Для обеспечения терморегуляции несколько увеличивается объем употребляемой пищи, что также требует дополнительной жидкости. Во время зимних прогулок занятий зимними видами спорта теряются калории. Для восстановления энергии нужна не только пища, но и вода. Получается, что расходуется вода в организме человека независимо от времени года, а значит и объем поступления не должен различаться. Напишите в комментариях, сколько жидкости вы употребляете в течение дня. Чем лучше утолять жажду зимой? Когда на улице холодно, то лучше употреблять горячие или теплые напитки. Холодная вода влияет на защитные силы верхних дыхательных путей и раздражает желудок, приводит к ухудшению пищеварения. Поэтому, чтобы меньше простужаться и не страдать от дискомфорта в животе, пить надо подогретую воду или хотя бы комнатной температуры. А если вы пили прохладный напиток, то следом надо принять что-нибудь теплое. Предпочтение из напитков и продуктов, содержащих много воды, следует отдавать первым блюдам, компотам из сухофруктов, зеленому и черному чаю. Кофе полезно, но не более трех чашек в день. Не следует забывать про яблоки и цитрусовые. Простую воду пить, когда жажда, только кипяченую, можно с небольшим количеством лимонного сока. Минеральную воду исключительно столовую, при этом не ставить открытую бутылку в холодильник или наливать в стакан заранее. Совершенно не принесет никакой пользы зимой, впрочем, как и летом, сладкая газированная вода, а молоко добавит не только воды, но и калорий. Зимний рацион еды и напитков должен быть максимально полезным, поддерживать правильную работоспособность организма. Количество жидкости не зависит от времени года, определяется только потребностями организма.